Добрый день, дорогие зрители моего канала! Я рада приветствовать вас! И сегодня у нас будет очень необычный мастер-класс, так как на моем канале обычно мы плели либо серьги, либо браслеты, все что угодно, но только не колье. А в этот раз мы сплетем именно ожерелье на шею. Кстати, сейчас вы можете видеть, как оно на мне смотрится. Его можно носить как под воротничок, под рубашку, либо просто поверх платья. Кстати, к этому колье у меня также сплетены серьги. Мастер-класс по ним был в предыдущем видео. Если вам интересно, то я обязательно оставлю все ссылочки внизу в описании. А если вдруг вы впервые на моем канале, то не забывайте подписаться на него, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых мастер-классах. А теперь давайте уже приступим к плетению. Также, как и в прошлый раз, плести я буду из ниток Янард Камелия. Также нам понадобятся бусины двух оттенков. Это бусины 4 мм. И заранее нам нужно будет подготовить детали, из которых мы будем собирать наше колье. Во-первых, нам понадобится два мотива точно таких же, как и серьги. То есть они сплетены полностью из колец. 5 пико, 5 пико, 5 пико, 5 пико, 5. Нам их понадобится две штуки. Далее нам понадобится два мотива, сплетенных из колец. 6 пико, 6 пико, 6 пико, 6. Тоже две штуки, не забываем. И один мотив нам понадобится, сплетенный из колец. 7 пико, 7 пико, 7 пико, 7. Не забываем, что у нас мотив состоит из 13 пар колечек. Вот, посмотрите, просто сплетенных и соединенных между собой. Как плести подробно я описываю в предыдущем мастер-классе. Для начала нам понадобится расшить все наши мотивы. Расшивать мы их немного будем по-другому, не совсем так, как серьги. Для начала надеваем иглу. Далее мы должны будем аккуратно прихватить две части боковых колец. Сразу же пришиваю к центральному кольцу, которое у нас плетено посередине. То есть вот в это седьмое колечко в основании я пришиваю свои кольца. Далее мы должны будем пришить бусину. Бусину мы будем пришивать вот в эту центральную часть. То есть мы аккуратно прихватили, выходим на лицевую сторону, также прихватив колечки, вот эти, в серединке. Я беру вот такую вот блестящую ярко-оранжевую бусину. И далее аккуратно буду пришивать посерединке, прихватив при этом два лепестка. Я хочу пришить также дополнительно бусины под лепестками, то есть вот в этих промежутках. Пришивать я буду так же, как и пришивала на сережках. Делаю я это для того, чтобы под разными углами у меня колье сверкало. Теперь поэтому я аккуратненько буду проходиться еще раз через бусинку назад. Подтягиваю работу. Далее выхожу на изнанку. Здесь прохожусь от середины, от седьмого колечка, одно кольцо вбок. Выхожу на лицевую сторону, при этом загибая один краешек центрального мотива. Вот видите этот центр, я его загибаю. Здесь я выхожу на лицевую сторону и пришиваю саму бусинку. Пришиваю ее в противоположную сторону. Прохожусь так же через бусинку один и второй раз, туда-обратно. Вот таким образом. У меня получается сейчас пришита с одного бока посередине. И теперь я пришью так же с другого бока, внизу вот здесь. Таким способом мы расшиваем все наши пять мотивов. Если вы хотите, то можете сделать больше мотивов, то есть увеличить их количество. Например, сделать их не пять, а семь или девять. Все зависит от того, какой конечный результат вы хотите получить. Ну что же, я закончила с расшивкой своих мотивов и решила их выложить вот так. Таким образом у меня будет выглядеть готовое колье. Теперь нам осталось лишь соединить все мотивы между собой. Для этого я решила воспользоваться все теми же бусинами. Расшивать работу я буду вот такими обычными швейными нитками. Ну что же, давайте начнем закреплять нашу работу. Для этого я беру первый мотив и начну расшивку. Для начала я хочу зафиксировать кончик нити. Далее пройдусь сквозь верхнюю бусинку и надену одну оранжевую бусину. Вот так у вас должна выглядеть работа. Далее я надеваю одну оранжевую, одну горчичного цвета бусину и одну опять оранжевую. И прохожусь уже в следующем мотиве, также за верхнюю часть. То есть это у нас третьи лепесточки и вот в третьи лепестки бусины. Я делаю промежуточную одну оранжевую бусину и точно так же пришиваю все оставшиеся мотивы. То есть, вот посмотрите, у меня получается, что сверху идет чередование бусин. Теперь можно затягивать и фиксировать работу. Далее мы будем расшивать нижнюю часть, чтобы мотивы между собой у нас были полностью хорошо притянуты. Итак, проходиться мы будем в седьмые колечки центральные. Поэтому вначале фиксируем нить, а потом начнем пришивать бусины. Проходимся аккуратно сквозь нижние части нашего колье. Я решила сделать это одним цветом. Пришиваю по одной бусине. То есть, вот посмотрите. Далее вначале я прохожусь через седьмое колечко, пришиваю одну бусину, прихожу в шестое кольцо, а далее я здесь делать буду небольшие отступы. То есть порядок будет немного другим. Вот, посмотрите. Нижнюю часть я решила сделать не такой яркой, поэтому пришиваю вот таким способом. Итак, до конца соединяем все наши мотивы. Между лепестками мы пришиваем одну бусину, а между мотивами мы пришиваем три бусины. Ну что же, нить зафиксирована, и мое колье почти полностью готово. Оно получилось такое подвижное и достаточно интересное. Вот это у меня лицевая сторона, а вот это изнанка. Как видите, оно получилось очень ярким и насыщенным. Кстати, серьги из предыдущего мастер-класса прекрасно подойдут и дополнят образ. Ну что же, а теперь мне осталось лишь доплести либо цепочку, либо сделать ее из бисера. Дополнительно можно будет плести как бисер, так и бусины. То есть все зависит от того, насколько праздничным вы хотите сделать ваше колье. Ну что же, а на сегодня мой мастер-класс подходит к концу. Если вам понравилось это видео, то не забывайте поставить мне пальчики вверх, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить уведомления о моих новых мастер-классах. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok